Приказом Министерства труда и социального развития 14 сентября 2017 года номер 677 Н утвержден регламент выплаты пособия на рождение ребенка в том случае, если работодатель не может выплатить указанное пособие по причине своего банкротства, недостаточности денежных средств на своем счету, а также если нахождение работодателя не установлено. То есть когда фактически директор предприятия, грубо говоря, сбежал с предприятия и найти его не представляется возможным. Обратиться за пособием по рождению ребенка могут не только граждане, которые заключали трудовой договор с работодателем, также муниципальные, государственные служащие, священнослужители, лица, отбывающие наказание в исправительных учреждениях. Для этого необходимо написать соответствующее заявление в фонд социального страхования. Выплата назначается и выплачивается в течение 10 суток. Также этим регламентом и определен порядок обжалования решения фонда социального страхования в том случае, если фонд социального страхования примет решение об отказе в указанной выплате. О чем это говорит? То есть ранее в том случае, если ушла женщина в декрет, за это время работодатель прекратил свою деятельность, обанкротился, пропал. Женщина оставалась фактически без пособия. То есть работодатель не выплачивал данное пособие и государством не были определены механизмы выплаты данного пособия. Хотя пособие мы понимаем положено всем в данном случае. Сейчас разработан такой регламент и теперь даже в том случае, если предприятие прекратило свою деятельность, у предприятия нет денежных средств, все равно теперь данные денежные средства будут выплачены уже из фонда социального страхования. Что, естественно, позволяет нам говорить о том, что теперь матери, которые родили детей, они в большей степени защищены государством, потому что указанные выплаты будут выплачены в любом случае. Остался работодатель как субъект, который выплачивал денежное пособие, либо он куда-то пропал. Продолжение следует...